Вы слушаете канал жааш.клаб, осенью после дождя. Хрустальный дождь ушел недовольным, исчеркав шершавую кору деревьев наискусь. Погода показывала гримасы, кивала кому-то неведомо с полным согласием, а иногда капризничала, отвечая недовольно на что-то невиданное. Кусты, покрытые рыжей листвой, подавленно ежились и шептали, «Хорошо всем вам, а каково нам?» Мимо них иногда пробегала некая темно-коричневая масса, задевая теплым телом, стряхивая на стылую землю дождевые капли, наверное, крупный лось или олень. И ветки, кланяясь, отступали от напора, но не ломались, а потом вновь распрямлялись, возвращая свое древесное достоинство, встряхиваясь по собачьи. Резкий порыв северного ветра принес запах забытого холода. Его дыхание слегка обожгло лепестки поздних сентябрьских луговых цветков, по-прежнему продолжавших украшать разнотравья речной поймы. А рядом внизу в подножи березового молодняка с явным любопытством, подвинув шляпки на затылок, выглядывали маслянистые грибы. Наверное, можно рассмотреть в этой пейзажной картине еще многое другое, но дневной свет стал угасать, дотянувшись пушистой еловой рукавичкой до природного выключателя. Ветер продолжал невнятно шепелявить, касаясь акриловых четок прошедшего осеннего дождя. Продолжение истории читайте на сайте jah.club